Немножко развить вот эту тему. Здесь я, кстати, привожу маргиналью из книги, которая написана в Блахту Луджи, но все-таки эта маргиналья была добавлена в 1340 году, считается в Лондоне английскими художниками. Значит, это Мадонна угрожает дьяволу лигения теофилия, чтобы у него получить обратную расписку теофилов, которые продал человек душу. Но она не убивает дьявола. Здесь это важный вывод для нашего супруга. Ну, я вынужден чуть-чуть, наверное, и повториться, поскольку у нас один и тот же предмет обсуждения с предыдущим замечательным докладом. И я должен сказать, что Александр Бинч сделал мне очень большой подарок названием своего сегодняшнего доклада и тематикой, что, говоря о парадоксе мирного гнила, потому что как раз это позволит мне выразить большую часть того, что я хотел взять. И в качестве эпиграфа я взял, в общем-то, тот же пассаж из статьи Альтанга Бинча, который является цитатой цитарцанской проповеди Адама, в котором говорится о том, что об исправлении детей, о розге, о том, что розга это наказывает, а не в отличие от топора, которым поражаются и так далее. Я не буду повторяться. Ну и я пользовался прежде всего вот этим публикатором Александра Евгеньевича, а также Ильханани и работой, которая вышла в 2014 году и доступна, Кэтлин Арду, из которой я, собственно, хочу привести табличку, которая мне кажется очень полезной, для обсуждения все-таки немножко более систематизированного вот этого корпуса произведений на ту же самую тему. То есть речь идет именно о Мадонне, приходящей на помощь, но именно я должен заметить следующее, что, во-первых, таким названием существует очень много вариантов, много сюжетов, и только некоторая часть изображений, в которых она прибивает дьявола. Значит, Мадонна, которая прибивающая дьявола, это только некоторый подвид этих, этих, в генографии под этим названием. Но этот подвид тоже был разнообразен. И, конечно, весь этот подвид, совершенно верно, как бы замечено, он узко ограничен своим бытованием в Италии, вот в тех землях, которые перечислялись. И, как пишет Ильханани, нет сомнений, что в 1480-1520 годы, потом произошло некоторые уже изменения. Но, тем не менее, под этим названием разные сюжеты бытовали и до, и после. И вот здесь вот приведены самые старые и позже, как бы, вот, дошедшие до нас произведения. И проанализированы культ, который вникал вокруг этих вещей. Мы можем посмотреть, что в большинстве случаев этот культ был связан с чумой, с Марией, как защитницей чумы. В некоторых случаях это было спасение ребенка. Например, в Сан-Спиритах это спасение сына патрона, в некоторых случаях еще какие-то вещи. Например, чудо Шан-Тодиана Лукия, чудо оживления еврейского мальчика, который умирал после молитвы Богородицы, он ожил и перешел, и крестился в 1513 году. Причем образцы написаны в 1510 году. Вот. Ну и так далее. И вот самые старые, дошедшие, самые ранее дошедшие памятники до нас, как вот, согласно вот этой вот табличке, это Матекарова, Матекарова и вот упоминаемый Сан-Спирит, Сан-Спирит, Доменко Дивзаноби, привидение. Я хотел бы обратить внимание на то, что действительно традиционно обсуждается, что в этом сюжете есть мать, которая... Ну, в общем, в этих изображениях, возможно, нет мать. Здесь вообще эта мать нигде не присутствует. Самое старое изображение, как читают. Здесь я не могу передать точку, но при ближайшем рассмотрении более подробно, никакой сеточки на волосах этой женщины не видно. Ее голова не покрыта, поэтому у меня возникают сомнения. В большинстве, во многих таких произведениях, то же самое, но в других произведениях она в такой сеточке, которая является покрытием головы, поэтому это вполне замужняя женщина и так далее. Значит, здесь, я не знаю, может быть, здесь нельзя предвидеть, но распущенный волос, очень вероятно, что это вовсе не мать. Ни в одном, ни в другом случае это старейший, дошедший до нас сюжет именно вот такого побивания дела. Ну, и мы будем к этому возвращаться, но я должен заметить, я позволю себе, что перекапывая интернет и поиск отравленных картинок на этот сюжет, я нашел некую картину 1033 года, довольно известного художника, Яхтубева Дель Фиори, и, по-моему, это подделка. Вот, хотя это фотографии этой картины 30-60-х годов, 93-го года на сайте фонда «Фототеки» Болонского университета, очень уважаемый, вот, но атрибут сидел на основании подписи, и если почитать эту подпись, то там просто не совсем грамотный латинский язык, и совершенно не похоже на Торфиму Полину, другую Торфиму Полину или Кобой Дель Фиора, абсолютно все по-другому, и полиография другая, поэтому я подозреваю, что это какая-то переделка, припишена атрибуция неправильная, и поэтому являетесь этой литератой неправильным, поэтому та дата, которую мы говорим, что весь корпус начинает с 480-х годов, это важный для моего галинского рассказа, он, наверное, все в силе, хотя сам образ довольно интересен, но уточню, что здесь рожди, а не убивка, там рожди, там можно посмотреть, а там пучок каких-то палочек. А димона нет вообще? А кого он обьет? А внизу можно. А вот здесь вот я, значит, такой непривязанный, значит, обьемная, я бы сказал. Но кого бьет, это можно, значит, обсудить. И, ну, рассматривая теорию, я ориентируюсь на те источники, которые я говорю, на беззначательно, совершенно вдохновившие у меня статью Александра Евгеньевича, и для меня очень близкие высказанные версии от Поли-Перрезе, в лёгого-влёгого параллели, обращение к источникам моему любимому, из-за участкового спасения, которым я занимаюсь в последние несколько лет. И всё-таки я хотел бы поставить несколько вопросов, на которые постараюсь попытаться отвечать. Первый вопрос, ну, почему все-таки плавится? Да, это орудия в страсте, например, как вот Александр Бейнш очень хорошо пытался прагмонтировать из тех вторых частков спасения. Но почему орудий много, почему все-таки плавится? Второй вопрос, это вот этот самый парадокс мирного генела, который мне очень интересен в данном случае. И третий вопрос, такой больше искусствоведческий, потому что я всё-таки искусствовед, а какие всё-таки есть ещё визуальные источники этой калографии? Ну и чтобы вот начать отвечать на эти вопросы, я позволю себе немножко отойти от всего и задаться следующим вопросом. А на самом деле, что там вообще происходит? Что Мадонна делает? Зачем она вообще вот это всё совершает? Отчего она предотвращает своим действиям? И второй вопрос, ну вот она гонит дьявола. А откуда она его гонит? Ну, это, в общем, два замышленных вопроса, можно сказать, один вопрос. Но прежде чем ими заняться, я хочу посмотреть мотив «Палицы взрослали человеческого спасения». Миниатюру взрослали человеческого спасения. Я сотрудничаю с Институтом Варбурга по этому проекту. И там есть очень большая в открытом доступе библиотека изображений, бесплатно открытая в доступе, у всех, кто бывает, кому интересно пользоваться. Базей данных Института Варбурга, в которых очень много информации, и в том числе поджидать человеческое спасение, просто невероятное количество и так далее. Значит, в частности, я посмотрел вот те миниатюры, в которых, в мискриптах, в которых включаются дубинка или палец, но подчеркнул внимание, подчеркнул, как в изображении, не обязательно она в тексте этого произведения, в фигуре, опять же, слово какое-то, а вот в изображении она присутствует. Есть такие традиционные сюжеты. Например, сюжет с Валаамовой ослицей. Валаам сидит на ослице и ее бьет. И идеей для него ослицей является ангел, ну и ослицей с Валаамом говорит человеческий язык. Но в данном случае этот сюжет совершенно по-другому. Рассматривается в «Зерставь человеческого спасения». Это типологическое произведение. В ней это прообраз, вовещение о зачатии морей, прообраз начала спасения. И здесь сказано в «Зерставь человеческого спасения», что Валаам предсказал, что будет Мария, которая покажет путь Богу. Кстати, одной из спасенных, спасенных от избежды был теофил. Это все из текста «Зерстава». Но Валаам часто держит, например, палец или какую-то маленькую палочку. Но я специально, чтобы сказать, что есть разные варианты, нелегко может быть совершенно что-то другое. Вот у него какой-то бич совершенно в другое. И скажу, что здесь Валаам хочет добиться вот твоей аслицию, чтобы она там шла, чтобы она его слушала. Он не собирается ее уничтожать, хотя бы говорит библию, что хотел бы ее убить, но он ее вряд ли собирается. Мотив палец в других сюжетах. Вот, например, в 20 главе есть два целых антитипа, которые предусвещают, прообразуют образ вечевания Христа. Но в данном случае акцентируют внимание, на то, что Христа вечевали и язычники, и иудеи. И вот, как бы, с одной стороны кто-то, как бы, с ним видит и язычников, с другой стороны иудеи. Это образ Валаиха, который сказал своим женам, что он заслуживает наказания за свои приключения, вот они убьют. и образ Ио, который совсем не заслуживает, наверное, никакого наказания, но его убьют дьявол и жена. Вот они иногда, иногда, тоже не всегда, изображаются с этими вот палецами, да, или чем-то, дубинками, вот такими. Опять-таки, ни в том, ни в другом случае нету применения его убить ни того, ни другого. В обоих случаях есть наказание, какое-то неправильное, в каком-то случае правильное, но это наказание и это, ну, можно сказать, воспитание, да, требование человека. Наконец, самым важным для моего доклада найти случаи, в общем-то, оставшиеся случаи, которые всегда присутствуют, ну, по-разному изображаются. Это 29-я глава, то есть незадолго до 30-я главы, который словал Александр Евгений, 29-я глава, в ней взрослого человеческого предпосения в ней есть важный, значит, посыл, да, это Христос подраздело крестом и плавом в аду, и вот этот антитип иллюстрируется по-разному, иллюстрируя разные аспекты этого антитипа, соперности, по-разному, таким подхожим тремя типами. Вот здесь вот Христос держит крест и как бы вот копьё и флаг который им поражает дьявола. Здесь первый тип это Ванея, Ванея один из военачальников даже царя Давида. Ванея поражает, убивает льва в палице, именно палице, хотя она здесь не особо похожа на палице, но это вот палка. И здесь Самсон убивает льва как нам всем известно, в одном образе просто голыми руками. И здесь Аот убивает толстого царя Иглона левой рукой. Здесь почему-то не особо левый, не знаю, что он убил левый, правый меч, но он в тексте убивает его левой рукой. Это всё предвосвещает Христа, который победил дьявола, который пожирался в человечестве, поэтому царь толстый. И что касается Самсону, который убил луа, тоже что-то там своё означает, он шёл по дороге к долине, и по дороге убил льва, а долина его потом предала, поэтому это предопределяет Христа, который поддерживает всё равно евреев, хоть они его и предают. Но нас меняется в этом сюжете прежде всего вонее. Вонее палец убивает льва. Почему? Потому что Хрест Христа это палец, палец, который он дал нам для сопротивления дьявол. Это буквально сказано в тексте 29 главы и здесь пестируется упоминаемый Тайтерю Александровичем псалом 24-й, но идёт речь не о виргах в данном случае, в данном контексте упоминается виргах, но речь идёт о слове, которое баку 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 значит и палочка палец посох и вот именно вот это вот Хрест Христа это баку баку который он дал нам для сопротивления дьявол и вот иллюстрация из замечательного менюскрипта который Александр Венч ошибочно называет испанским это менюскрипт хранящийся в Мадриде но сделанный австричным в основном считается что Тироли но возможно что Вене очень красиво вот хотя я думаю что Тироли ну не важно и здесь я делаю какой-то может быть не попав замет который мне тоже потом будет полезен о том что из совершенно других контекстов палец средства изгнанных демонов например вот у нас самый известный наверное для любого любого дубинки палец в мифологии культуре это дубинка Дираку и вот я специально не Дираку взял а Амура или Копидона более правильно это Копидон который держит палец у Дираку потому что любовь победила Дираку это единственное что победила Дираку и считается что Дираку больше всего любил своего оружия именно дубинку он ее несколько раз вырезал она его ломалась она не вечно была но три дубины он вырезал и он их вырезал из дикой оливы которая использовалась в древнем для изгнания гемонов поэтому это просто такое замечание которое мне кажется покажется полезно и вот здесь я перехожу к тем самым примитивным таким вопросам а что на самом деле происходит вот что делает Мадонна кстати я специально взял работу 59-го года вполне такой легкий никакого 18-го века который Мадонна делает вовсе ни то ни сё ни розыгры ни парица ничего она не любит а вот бич вот ну видим кроватку и вот здесь кстати мать потому что ну скорее всего там женщина именно в сеточке у неё волосы она покрытой головой находится хотя и волосы очень хорошо видны но это всё нормально вот и что она собственно в чём делает что предотвращает вот почему надо вот этого демона обгонять а что будет если демона она не обгонит вот я хочу проиллюстрировать как как немножко ну нельзя это октяполит на всех экскроведах но как бы с визуальной точки зрения да проиллюстрировать картинку вот известное изображение о подмене демоном святого Стефана в день рождения святого Стефана который родился и в тот же день в Росалим его подменили самого младенца чёрт унёс туда дальше ну его отдал воспитание в другую семью а тут остался бесёнок черчёнок и он жил в этой семье соответственно с легендой которая была популярна в Италии в 14 веке только в Италии только в 14 веке и была более ранее на самом деле источник этой легенды вот он так называется описание этого жизнеописание Стефана и вот на довольно известном заправке панели одной из панелей посвященных жизнеописания вот этот вот сюжет значит Мадонна предотвращает то что ребёнок будет во власти демона как он будет во власти это по-разному да он будет во власть он будет подминён он может быть будет не дабы хумлёт он может быть он будет значит бисёнком и так далее значит я здесь хочу подчеркнуть что дидактический смысл на самом деле перейти к следующему вопросу и сделать такой а что на самом деле откуда гонит этого демона Мадонна вот если вы посмотрите она ради вот в этом изображении 366 года она ради смотрит вообще на демона куда она бьёт свои твои палец здесь у неё как раз палец она в общем бьёт не бьёт но брожает она ну смотрит она скорее всего сюда но это только просто некоторые примеры в некоторых примерах она смотрит на ребёнка а у некоторых примеров как вот самый первый который монтировался и раньше вот здесь она она смотрит на чёрт а он здесь а ребёнок здесь поэтому здесь нет никакого сомнения вот здесь а вот здесь может быть уже по-разному вот так сказать куда она смотрит туда туда это значит можно по-разному но я просто хочу сказать что есть и разные предметы и и смотрит кого она бьёт откуда она изгоняет дьявола она изгоняет дьявола во всех случаях на мой взгляд просто иногда она изгоняет его из ребёнка и поэтому она называется экзорцизмом на самом деле но здесь иметь в виду не мне кажется не столько мистический момент сколько иметь в виду дидактический смысл потому что а почему вообще дьявола ладёжный ребёнок ну потому что пусть мать чертахнут ну а почему она чертахнут потому что он её заставил своим поведением нехорошим довёл до этого старин и здесь кстати обратите внимание тоже без щепочки с роспучными голосами по-моему но можно абсолютно поэтому я хотел вот этим двумя вопросам привести к трактовке которая не обязательна и не всегда может быть правильно к тому что возможно в наиболее ранних примерах этого сюжета здесь рассматривался именно дидактический или в том числе в том числе дидактический момент момент не от гава не от пугивания дьявола или его там уничтожения или расправы дьяволом или борьбы добра садом а воспитание ребёнка его изгнание из него дьявола ну не обязательно в разном контексте например мы помним что еврейский мальчик благодаря мешать богородице стал хрящом то есть здесь могут быть какие-то антиудейские там разные кроктовки что значит ребёнок одержимый дьяволом это может быть он умирает от болезни может быть его надо чего-то еще отпасти может быть он плохо пройдет может быть он не в той вере рожден и так далее но в общем его надо спасти и вот к этому я хочу привести дальше я хочу перейти к наиболее спекулятивной части моего склада я очень благодарен за этот вопрос который задавал что в банчичных возможно корнях каких-то а может быть и нет значит это очень популятивные обсуждения но я подметил вместе с ну вернее так же как коллега который задал вопрос я здесь никого почти не знаю поэтому скажу так что это позднее квадраченто прибытовании этого сюжета это позднее квадраченто это в Италии это в 1915 веках в общем-то это уже распространение гуманитических идей и нужно вспомнить что это нельзя забыть сказать что этот сюжет повторить этот сюжет наиболее часто применялся в церквях августинцев но августинцы очень-чуть не причастны к гуманизму доходам в проходении там джи-джи де витербо генерал августинского ордена но правда он вообще вошел в в 14-го прошлом то есть попозже чем этот сюжет начался не могу ничего точно упреждать но Масилю Печино разрабатывают в том числе идею гуманности и так далее раньше и поэтому я вдруг сделаю такой скандальный в этом контексте переход к наказанию Купидона наказание Купидона давайте посмотрим Традицион это излюбленный мотив эллиночистской культуры как пишет Павлов Венера бьет уже довольно наказывает Купидона и ничем не будет одишь у него сандалия сандалия она возьмет сандалия одну держит в руке чтобы его поклать на сандалии и Купидон как известно чрезвычайно многих беспокоил очень больно своими талями и не стреляем своими действиями и поэтому его наказывали очень многие и Диана и Минерва но Венера прежде всего вот этот сюжет вот древнегреческого времени дошел до днынших времен но в частности вот высокое возрождение гравюра по рисунку кармиджанина здесь Венера держит не палец это по-моему розди а может и палец ну в общем что-то такое очень мощное она лупит этого самого Купидона но я покажу что и византийском средневековье прошу-прощение извиняюсь не византийском ну как бы ну да византийское время все это просушевывало да все это бытовало вот например замечательный мазак 5 веков но в Иордании которая здесь Венера сняла вот эту вот стандалию и колочит эроса и эроса и здесь же есть например мотив здесь там все подписано да здесь же есть мотив амур медовый он известный по идиллиям псевдофеокрита 19-й идиллиям псевдофеокрита особенно его трактуют в анкетриона очень разные те которые рассказываются как амур залез поскольку он солдат трасс ну это я так добавлю амур залез украсть соты медовые соты залез на дерево украл медовые соты и вот здесь он там вот и его укусила пчела больно ужалила пчела оставила жало пальцы и он скатился на землю топчет землю немножко и вернушенно кричит венера матери что ну ахадите что как же так такой маленький существо наносит такие болезненные раны на что она не сочувствует ему это вот главный посыл она не сочувствует она смеется над ним она его наказывает своим не сочувствуем что ты сам подобен этой пчеле ты сам такой же маленький а наносишь очень болезненные раны других и это тоже в общем один из вариантов наказания амур копидона венера или амур афродиты и наказание может быть как бы вот такое его могут убить там бить могут не сочувствовать могут отнимать у него его лук и стрелок вот уже высокое рождение уже вене значит в храмах каши пчелы кусают амура он жалуется купидон приятно жалуется венере но она просто смеется над ним заметьте она ногой наступает на такую веточку которая на самом деле похожа на лук это лук купидона вот здесь вот венера просто отнимает лук здесь уже не веточка это лук лук купидона и а зачем она держится за эту палку зачем вот поэтому и у нее у них у всех благостные лица они потому что матери наказывает своих детей воспитатель по рыбе не для того чтобы проявить свою агрессию и свою нервность и так далее и поэтому они все благостно улыбаются как в случае с мазонной так в случае с мнерой и везде замах посмотрите в данном случае какой-то ну как бы замах я делаю в контральный момент сопоставляю вот эти вот вещи просто для того чтобы провести некую проблему дидактическим аспектом как мне кажется мадонны и вот этим мирным гневом я воспользуюсь вот этой замечательной совершенно названием доклада с Михаилом Любимичем который мне просто транспортил это обсудить но здесь посмотрите вот если там у нас были три участника мадонна без всякой матери мадонна ребенок и дьявол здесь венера купидон ну и пчелы здесь тоже три участника здесь уже она просто отнимает оружие здесь появляется сатир сатир почему сатир визуально будем считать это совпадение но визуально очень даже похоже композиционно это технологический экспорт мы не говорим что здесь что-то другое но читается что сама одно из первых произведений самых ранних произведений так читается в возрождении на сюжет где сатир венера и купидон спящая такая венера и сатир к ней лезет когда иногда считается что это нимфа другая но вот это у коррежа 1200 году считается что это самая ранняя такая картина на этот сюжет и что она в общем следует иконографии можно так выразиться улыбной эротомахии полифила что в общем логично да одно из важнейших гометических таких произведений которые влияют на культуру в самом конце 15 века издания и но вот посмотрите пожалуйста в 1904 году откопали на острове Делос вот такую замечательную скульптурную группу она стояла в зале гильдии поклонников бога Посейдона вот здесь упоминался Посейдон из Берута вот торговцы из Берута на острове Делос такая община из Берута которые именно были поклонниками Посейдона они имели такой зал в этом зале некий Дионис сын того и внук того посвятил это богам ради пользы своих и своих детей и об этом написано вот здесь и Афродита стоит в сандалии вот так одна у меня сандалии и другая нет и отбивается от восплыла шутни сатира или пана которого восплыла потому что его держат за один рог кукидон не кукидон а амур амур а это Афродита его держат за один рог амур и здесь стоит палец который этот пан отстаивал на время поставить полежать подержать поставить значит ну просто как визуальная сторона нашего обсуждения я приведу уже 17 века дравюру с надписью любовь не так легко наказывается да и здесь мы видим Венера которая лупит розин розин вот здесь это розин сделан из роз розин значит она лупит амура асатир мешает капитона асатир мешает пытается отвести лупку Венера от купидона ну визуально мы видим что очень много задумываться но конечно роли здесь совсем другие но к вопросу обызнования образа Мадонны Побивающего Диавла вот Мадонна Побивающего Диавла 1690-го года да да серебра сделана Джованни Ламбра Рельветь вот такая поздняя вещь к размышлению визуально и наслаждению и поэтому я позволю себе сделать такие выводы эта картинка просто скандальная картинка для конца она не имеет отношения к нашему но это Макс Энк покажет как Дева Мария лупит Христа у него упал нитку 1926-й год после этой картинки если не ошибаюсь Макс Эрн перестал общаться с отцом который возмущил его это эконографический мой мой вывод я предлагаю такой очень осторожный что конечно эконография предполагает как часто говорят сложение некого парла если все детали сойдут тогда это разрешение проблем эконографической ну мне кажется некоторые детали лучше подходит некоторые надо обсуждать в этом парле но париться безусловно я придерживаюсь продолжения развития обсужданий пищи париться орудие сопротивления дьяволу здесь мы можем дать цитату по фильм который я приводил ну другое слово бракулюс не вирга может быть это не зачеркивает другие слова а просто еще одно вещадное трактовка но очень точная палец палочка орудия сопротивления дьявола который Христос дал нам для сопротивления не для уничтожения дьявола а для сопротивления Мадонна изгоняет беса да но может быть иногда она из ребенка изгоняет беса фигурально ну как бы дидактически или не фигурально это вопрос другой но дидактический аспект и он мне кажется объясняет парадокс этого только зрение содержатель. А вот визуальные источники – это вопрос для обсуждения. Мне кажется, он открыт. И здесь я не собираюсь делать каких-то выводов из моих версий более категоричных, но, возможно, в эпоху, именно учитывая вот то, что здесь обсуждалось тем, кто задал вопрос, что, ну почему же это бытование этого сюжета вот так ограничено и регионально, и временем позднего Патраченко, то как-то вот августинская атмосфера, ну почему бы не быть гуманитическим каким-то мотивом, и, возможно, гипотетические сюжеты Венеры, замахивающиеся то ли на сатира, то ли на Копидона, могли быть тоже источниками визуальными для такой вот иконограммы. Всё, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Михаил Анатольевич, за корты античной традиции. Я позовернусь вам вопросы, пожалуйста. Да, я рекомендую. Мне кажется, что по поводу дидактического аспекта, здесь можно выделить ещё один аспект, там, не дидактический, как-то у вас ещё было... Тепланически. Что-то у вас мирный гнев называлось, да, мирный гнев. Вот здесь как раз выступают фольклористы, которые, я думаю, могут утвердить эту мысль. Мне кажется, в некоторых сюжетах здесь явно, вот в этом замахе, видна продуцирующая сила. В частности, естественно, все эти ритуальные действия ведут свою историю с дальнейших времён. Скажем, тот же праздник Уперкали, который сейчас заменён Днём Святого Валентина, это праздник, когда, так сказать, юноши раздевались и побивали себя бичами с жир, сделанными из бычьей кожи. И женщины, которые встречались, и девушки с удовольствием представлялись, потому что они считали, что это придаст им силу, так сказать, ну, плодородия и так далее. Ну, не говоря уже о том, что повсеместно, естественно, во всех славянских традициях существует, например, битьё вербой. Это хорошо описано ещё Никитой Толстым достаточно давно. Тоже, опять-таки, с целью придать здоровье, плодородию и так далее. Мне кажется, что некоторые сюжеты у вас ровно подходят вот под этот мотив. Спасибо. Мне трудно сказать. Я не готов, честно говоря, согласиться, но не готов что-то отрешать, поэтому, ну, я только рад тому, что можно ещё что-то обсуждать. Я не знаю, обращались ли вы к дидактическим, собственно говоря, текстовым средневековым, поскольку очень много, так сказать, в эту сторону разворачиваете сюжет, и это очень интересно. Я знаю более поздние тексты, причём, так сказать, славянского, ну, не происхождения, а книжности, но, тем не менее, они, видимо, более широкие, и там речь идёт о дьяволе в первую очередь. Ну вот, если говорить конкретно, есть текст, когда Христос обращается к учителю, всё время ему говорит, не важно, ты можешь там не учить, там писать, читать, это не важно. Ты должен всё время смотреть, чтобы к детям не подошёл дьявол. Ты пастырь. То есть, это идея вот именно в дидактической литературе, что дети очень уязвимы, что стоит отвернуться мать или учителю кому-то там, дьявол это придёт, и он, так сказать, ловит момент, что мы видели на некоторых изображениях. Просто я хочу сказать, что, возможно, есть литература, которая ещё богаче сделает в вашей сюжете. Мне кажется, что ваше такое зрение, ну, вообще, ближе к истине, чем какое-то, ну, какое примитивное моё, там, рассуждение, что надо дьявола выгнать из ребёнка, да, именно, ну, какая-то здесь компромисс между вот, вот, образом, для его приближающего с ребёнком или, и, ну, поэтому я очень, я не читал, наверное, того корпуса, который вы говорили, и поэтому очень благодарен вам за вашу, ну, да, ну, согласен. Ещё, пожалуйста. Маленькая у меня ремарка. Вот мы, дорогие коллеги, второй доклад очень интересный. Большое спасибо, да, и вот уже во втором докладе у нас звучат мотивы, является ли, ну, скажем так, какая-то качающая тема замахивания на дьявола фигурой его изгнания, наказание или убийство. У меня вопрос очень простой. Знакомы ли вам какие-то тексты европейские, где говорится, например, об убийстве дьявола, о смерти сатаны и так далее, потому что мне неизвестно. Францискоу сказали, что ни одного такого текста, это некоторый богословский нонсенс, то есть не, так сказать, не упоминаем ли мы некоторую априори отсутствующую трактовку. Или вам знаком какие-то тексты, где говорится о том, что дьявол был убит? Нет, дьявол убит. В таком случае, да. Этот мотив появляется в литературе, но в 17 веке он мне более-менее уже известен, а вот до 17 века у меня просто в средняковых текстах абсолютно нигде не встречался, поэтому, соответственно, давайте тогда его вынесем за скобки априори. Это либо изгнание, либо наказание, но уж никак не будем упоминать убийство, которое в принципе в среднюю говель могло быть. А что за тексты 17 века? А тексты 17 века, ну, к примеру, знаменитый, естественно, «Чудо о Соломонье Бесноватой» из «Жития Прокопия Густюшского», который напрямую говорится о том, что святые по очереди истребляли, убивали, добили и так далее, физически истребляли бесов. Ну и потом, в принципе, по подобным мотивам в литературе 17 века, я как-то их в статье описал, если вам интересно, можно сбросить ссылку о сюжете «Избиение дьявола в средние века». Вот именно в 17 веке на Руси фиксируется целый ряд таких мотивов, где прямо говорится о том, что он был убит, уничтожен, погиб, истреблен и так далее. Но это уже, конечно, новое время. Спасибо, Борис.